Круглосуточную подачу воды еще несколько лет назад жителям Басарабяске, тогдашние руководители город-администрации, обещали при реконструкции центрального водопровода. Однако даже замена насосов на насосные станции на мини-энергоемкие не принесла ожидаемого результата. В власти сидят такие люди, которые только деньги воруют, никому ничего не надо, и думают только о себе, о людях не думают. Я думаю, что кто пришли к власти сегодня, они только начинают работать, то мы это дело исправят. Я слышу, смотрю, и если не с этого начинаю, то это уже говорит о положительном направлении. Как говорит новый директор муниципального предприятия Апоканал Сергей Сдвежков, выполнить когда-то данные людям обещания невозможно даже сегодня. Всего с этим центральным водоводом у нас заменено 9 километров всего труб. Но у нас справа, слева, по бокам вот эти крылья, значит, стоят трубы с 48-го года. Вот эти азбинствовые трубы, они превратились просто, знаете, как эта старая кость. Вот если там тронул, она ломается, крышицы просто и все. Если будет круглосуточная вода, значит, мы утром, просыпаясь, идя на работу, будем плавать на лодках по городу. Будет не один-два прорыва, как у нас сегодня по графику, будет очень много прорывов из-за вот этой проблемы. Всего по городу нужно заменить около 25 километров труб. Своими силами сделать это городское примарение в состоянии. Единственный выход – поиск инвесторов. Мы постараемся привезти инвесторов к нам в город для того, чтобы заменить весь водопровод в нашем городе и дать людям круглосуточную воду. Потому что на сегодняшний день это единственный город в нашей Молдавии, и, как я понимаю, где нет круглосуточной воды. Еще одна причина, по которой в Басарабяске нет круглосуточной подачи воды – это миллионные долги предприятия «Апоканал». У нас долг перед соцфондом составляет 3 миллиона 500 тысяч лей. Полтора миллиона – это текущие долги, а два миллиона – это пеня. Как вы понимаете, с таким долгом работать это очень сложно. Есть у нас еще долги перед нашими работягами. Значит, мы должны порядка 350 тысяч лей. Это деньги по зарплате, которые мы никак не можем им дать. Мы даем им зарплату, но типа аванс. Как отметил Сергей Сдвижков, рентабельность предприятия составляет всего 5% из 20 положенных. Главная причина этого – тарифы на воду, которые не соответствуют ее себестоимости. Тариф сегодняшний 9 лей, который составляет, значит, он не покрывает наши расходы. На сегодняшний день тариф должен был составлять 14 лей 57 бань. Тарифы мы представляем, экономически обоснованный расчет, там все это самое. А городской совет по закону муниципальных предприятий, значит, он рассматривает эти тарифы. В последний раз в 2012 году на сенсии, значит, рассмотрели вот это, и вместо 14 57 был утвержден тариф 9 лей. Ну, естественно, не покрытие вот это, никто потом не индексировал. У нас сейчас с повышением цены на энергоресурсы придется провести повышение цен на воду и пересмотреть все тарифы. Конечно, это, к большому моему сожалению, ляжет на душу нашего населения, на тех людей, которые живут в этом городе. Но ситуации нет другой. Если мы это не сделаем сегодня, то завтра нам придется закрыть вообще воду в городе. Сегодня на территории города Басарабяска действуют три муниципальных предприятия. По мнению нового примара, для такого маленького населенного пункта это роскошь. Поэтому в будущем местные органы власти планируют объединить их в одно предприятие. Удастся ли таким образом решить проблемы водоснабжения, покажет время.